Слава, слава Иисусу Христу! На самом деле, повесть чудная, и она вечно новая, хотя и очень древняя, но в то же время она вечно новая, потому что снова и снова открывает нам великие тайны, откровения, познания Господа. Сколько мы живем, столько мы и будем узнавать Его больше и больше, глубже, ярче. И мы удивляемся, мы часто удивляемся тому, что вот как раньше я знал Бога и как я Его знаю сейчас. Друзья мои, чем больше мы пребываем в Священном Писании, тем глубже и тем качественней наши отношения с Ним, с Господом. Именно к этому Он нас ведет, чтобы наши отношения с Ним были качественными. Кто-то, может быть, и не задумывается об этом, что значит качественные отношения с Господом. Кто-то доволен вот тем, что было, и то, что есть, и слава Богу, и дай Бог, чтобы этого и удержаться, и таким остаться. Это хорошо. Это хорошо, когда мы удерживаем то, с чего начинали, вот тот темп старта, но намного, наверное, лучше, когда Святое освещается еще, и когда уже чем ближе к финишу, мы, выдыхаясь, не сходим с дистанции. Но вот, ну, когда мы смотрим соревнования, Олимпийские игры, и вот всегда нас восторгает вот тот или другой спортсмен, который вот как-то вот держался там, силы экономил, а перед стартом рванул, и вот скандирует весь стадион, давай, Коля, или там, Маша. И Маша дает, обгоняет, и приходит к финишу чемпионом, ленточка на груди. Апостол Павел об этом и говорил, чтобы мы с вами были чемпионами. Аминь. Вот для этого и нужно нам не оставлять наших собраний, для этого и нужно нам все больше и глубже познавать Спасителя нашего Иисуса Христа. Простите, пастор, я, наверное, не знаю, как правильно, не представился, да? Меня зовут, как и вашего пастора Павел. Я живу в городе Химках Московской области, и там служу в церкви. Мне больше 60 лет на пенсии, слава Богу. Но, как говорится, у Бога пенсии не бывает, да? Мы все, наверное, молимся о том, чтобы до последнего вздоха служить Богу. Так вот, на пенсии от официальных структур и установлений церкви. Надеюсь, это понятно, да? От организационных, от административных дел, ну, от духовных, наверное, мы никогда, никогда не будем на пенсии, потому что церковь – это установление Божье, это создание Божье. Он сказал, создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Это значит, что против церкви всегда врата ада будут предпринимать усилия, чтобы одолеть церковь, или кого-то из церкви, выдернуть, или попытаться атаковать. И мы это знаем, мы это видим на своем жизненном, христианском пути. Но слава Богу за Бога, слава Богу за Его любовь. Есть такие выражения, они каламбурно слушаются, но у них глубокий смысл. Я вообще из российской церкви, христиан, веры евангельской, кто-то слышал о таком братстве, да? Российская церковь, пятидесятнический союз, если может быть проще, пятидесятнический союз, который организовался в девяностом году, потом в девяносто первом году. Официальный был съезд. Первым председателем был Владимир Моисеевич Мурза. Вот вторым ваш раб, или господин раб Павел Акара. И двенадцать лет я служил в Москве. Ну, то вот жил я в Москве, потом в Химках. Ну, такими путями Господь вел. Сейчас российскую церковь возглавляет Эдуард Анатольевич Гробовенко. На следующей неделе будут очередные выборы или перевыборы, тоже как Бог управит. Но вот есть такое понятие, как структура, которая нам необходима. А что же Господь имел в виду, когда говорил, создам церковь мою? Наверное, прежде всего, спасенные души. Наверное, прежде всего, чтобы каждый из нас был чемпионом. Но, коли уж мы во плоти, то нам нужно ездить на автомобилях и соблюдать правила движения. Даже наши семьи нам обязательно нужно соблюдать некоторое установление. Брак зарегистрирован, дети, свидетельства, паспорт мы имеем. Так вот, и Церковь Иисуса Христа, она обязательно имеет некое свое установление. Политику церковную, структуру церковную, правила, традиции церковные. И, скажу вам, никуда от этого не денешься. Так вот, в институте нашем, Российской Церкви, однажды занятия были. И вот разбирали теологически, глубоко, основательно, все по коточкам раскладывая, вот каким правильно быть. И за основу был взят текст, был взят текст, когда мытарь зашел в храм помолиться и бил себя в грудь. И преподаватель, у нас опытнейший там преподаватель, ему так удалось красиво вот раскрыть эту порочную суть фарисея во Христе. Ну, сегодня фарисеи во Христе. Тогда не было еще во Христе. И вот этого мытаря, и, конечно, все студенты, а у нас студенты-пасторы, епископы из Российской Церкви, нерегистрированного братства, и так были проникнуты вот этим хорошим примером мытаря, который нуждался в Боге, который осуждал себя, что в конце кто-то не выдержал из студентов, братья и сестры, давайте вас благодарим, Господа, что мы не такие, как тот фарисей. А какие мы? Вот вопрос. Вот вопрос, который никогда не должен перестать звучать. А какой я? Какой я? И кто я? Мы спели вместе чудесную песню, что когда придем на небо, то там за воротами рая, у фонтана споем этот прекрасный гимн, что Бог грешников любит. Да? Прославим Бога, что Он грешников любит. А какой я? Вопрос. А я грешников люблю? Ну, хороших грешников люблю, а не хороших? Да. Трудно любить. Пытаюсь любить. Иногда хватает терпения, или иногда не хватает. Давайте прочитаем сегодня из 15 главы Евангелия от Луки. Прекрасная глава. Многие верующие ее знают почти наизусть. Из притчи она состоит. Вот. И начинается так. «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисей же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и даже ест с ними». Но Он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, а найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, порадуйтесь со Мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Вот я сейчас один из пасторов в московской церкви, называется «Слово спасения». И мы учредили такую новую традицию нашей церкви – каяться каждое воскресенье. Сам я корнями из нерегистрированного пятидесятничества, и мой папа был пастор, епископ вот в этом братстве, и каждое причастие у нас было обязательно перед причастием исповедания. Иногда записывали исповедания, иногда не записывали, иногда пасторы вот в братстве были мудрые, которые, как говорится, исповедался и могила, а иногда вот сарафанное радио, ну, разное было. Всё это как бы вот знаю с юности, с детства моего. Но почему мы учредились сейчас? Потому что я понимаю, что все, я верю, все мы – люди, живущие, как говорил Иоанн, мы много согрешаем. И как самая лучшая квартира, как самый прекрасный дом, где всё, ну, просто вот шик и блеск, он нуждается в том, чтобы пыль вытирать, нуждается в том, чтобы вот мы выносим мусор в эти контейнеры, мусор, но если не выносить и не убирать, то лучшая квартира и лучший дом станут некрасивыми. Вот так и души человеческие. Иногда людям, христианам, много лет верующим, им нравится казаться, нам самим нравится казаться лучше, чем мы есть на самом деле. А в церкви, тем более, как-то надо так вот, это уж скажут, ну, как это вот, брат Павел, ты вышел, опять каяться, ты же в прошлое воскресенье выходил, что-то у тебя, наверное, там. Ну, оно на самом деле, где-то подумал, где-то посмотрел, где-то кого-то вот овцой мужского или как там, козой назвал, да, кто подрезал. Здесь ездят аккуратно, а в Москве это безобразие. Поэтому держаться надо, бодрствовать, чтобы вот не, никак не назвать. Выходим на покаяние. Бог грешников любит, Бог согрешающих любит. И, вы знаете, я верю, что церковь стала возрастать, церковь стала лучше. Люди приходят, мы не исповедуем людей, но просто мы молимся, молимся и благословляем. Мы говорим сейчас, это моё субъективное, примите это как вот, не, я говорю, не как позицию союза пятидесятников, я говорю, как моё глубокое убеждение. Минус современных церквей в том, что мы становимся уютными, такими приятными друг для друга сообществами. Уютными, приятными, и мы трудно справляемся с какими-то переменами. Мы трудно соглашаемся с чем-то, с тем, что нам непривычно и что нам не нравится. Грешники – это именно та категория или аудитория людей, которые приносят больше всего беспокойства в церкви. Мы боимся, мы пугаемся заразиться, мы боимся, что они расшатают нашу лодку и вот что другие начнут так делать, как они. И я вам скажу, что мы не первые в этом страхе. Книжники и фарисеи, которых мы прочитали, они так же боялись, они так же боялись, что он ест с ними, что он с ними имеет контакт, что я думаю, что он, наверное, вино настоящее с ними пил, хлеб ел, там, может, не знаю, что они еще, барашка. И фарисеи смотрели, у них ужас, наверное, брал их, они говорили, как это может быть и что это вообще значит, и кто он такой, и куда это приведет, надо изолировать общество от него, а его от общества нужно изолировать. Вот такие были разговоры и попытки не раз, и в результате они подумали, что справились с этим делом, когда убили его, мы знаем, что сколько раз они пытались его убить, а он начал им притчу рассказывать, вот эту вот притчу об этой овце, заблудшая овца, какая она заблудшая овца? Хорошо, если она 12 часов позаблуждалась где-то, а если она 12 месяцев позаблуждалась, и представляете, он ее на плечи и куда принес? В изолятор, в карантин, но не написано так. А куда он ее принес, братья и сестры? Домой принес. А если она долго там где-то блуждала, эта овца, домой принес, так она ж грязная, она ж в репехах, она ж может в ранах там каких-то, инфицированная. Где она была, зачем же ее домой нести? Разве это мудро? Разве в этом есть разумность и благословение? Ну, наверное, Бог грешников любит. Хорошая песня, еще бы раз ее спеть, о том, как Бог грешников любит. Любит Бог грешников. Дорогие мои, я гость, поэтому гостям всегда проще говорить то, о чем они думают. Все равно же потом пастор подправит, как надо. И будет правильно все. Если бы я был в команде, то я бы, конечно, проконсультировался все теологически. Но я знаю, что я говорю в Духе Святом, и вы мудрые люди, вы опытные люди, и вы разумеете, о чем говорю. Все церкви нуждаются в изменении. Начать любить грешников. Грех, да. Грех ненавидеть. Грех нужно ненавидеть самым лютым образом. И в этом я должен знать себя. Я себя. Не научиться казаться вам, а я должен знать себя, что я ненавижу грех. А это только я знаю. Когда глазки мои смотрят, на что-то вкусненькое, на что-то вожделенненькое. У кого что? Кто чем богат? Один брат говорил, захожу, как только захожу в магазин, где стоит алкоголь, ну все, ну вот, ну вот, вот, вот просто теряюсь, вот, и не могу ничего с собой сделать. А другой говорит, ты что, ненормальный, нашел на чем? Ну вот, у каждого свое. Один брат уже, вот он старше меня намного, говорит, как начинается лето, туши фары. Хоть на улицу не выходи, не могу на женщин смотреть, молодых и красивых. Ну, честный человек, правда? Ну, так, а если это есть? А если это есть, так что ж его поглубже прятать? Может, наоборот, нужно исповедоваться, выходить? И я никому не скажу, а буду выходить исповедоваться, а вы будете думать, наверное, он опять подрезал кого-то. А у меня вот свой порог, а у кого-то другой порог, третий порог, но нам от них нужно избавляться. Почему? А потому что, когда будет ближе к финишу, выдохнешься, и есть опасность сойти с дистанцией. А когда мы бодрствуем и учимся, тогда есть возможность усилить инерцию, усилить движение, и дойти до небесных врат и прийти чемпионом во Христе Иисусе. Без Него мы никто и ничто. Без Него мы все ограничены, мы все немощны, но во Христе, со Христом, силою Святого Духа. Друзья мои, чем святее будем мы, а когда мы будем святее? Писание говорит, давайте и дастся вам. Вы верите в эту заповедь Господню, в это обетование Божье? Аминь? Так что мы должны давать? Любовь должны давать, свет должны давать, Христа должны давать людям. Вот что главное. Вопрос номер один. Христа. А кто нуждается в Христе? Да вот те, которые заблудились или которые не знали, которые избиты, изранены, жизнью изранены, грехом изранены, друг друга оскорбили, поранили, побили. Много людей, которые искалечены, они нуждаются, только церковь должна идти и находить их. Заканчивается эта глава вот большой притчей о блудном сыне. О блудном сыне. Всех нас, наверное, удивляет, когда мы снова и снова читаем и перечитываем, как он так вышел и не спросил, ну ты ж как, сынок? Наелся рожков, со свиньями побыл, больше не будешь или будешь? Ну, лично я, я бы вот так, я же тебе говорил, я бы первое это сказал. Я же тебе сколько говорил? Вот теперь давай, походи, посмотрим. Если на самом деле у тебя, а он как-то безо всего, вот так нам Слово Божие выходит и как-то так уж рискованно, как-то так, как бы, и как непродуманно, как-то нелогично. Бросается ему на шею, обнимает его грязного, плохо пахнущего и говорит, перстень ему дайте, лучшую одежду дайте. Как-то мне больше позиция старшего брата. Он его даже братом не назвал. Он говорит, а это сын твой, который... И все перечислил по порядку. Что он делал, когда делал и как делал. Я-то нет, я-то ни одного из повелений твоих не нарушил. Я-то вот работаю, всегда и в церковь хожу, и все, все-все-все, и в хоре пою, и пастора слушаюсь, и Слово не сказал. А вот этот вот, а ты ему вон что. Грешников любить. Дорогие мои, грешников любить. Грешников любит Бог. Он говорит, этот пошел оправданным больше, чем тот. Правильный, очень правильный. Закей был совсем неправильный. Половину и менее раздам. Кого, чем обидел, раздам в четверо. А тот, молодой, богатый, был правильный. Все это сохранил от юности своей. И отошел с печалью. Я понимаю, что это на тюрморте, так бы, как бы надергано оттуда, отсюда. Но общая, общая мысль, вот мысль, она должна остаться в нам. Кто-то, наверное, подумает, так что же, может, начать неправильным быть или делать? Да нет, конечно. Нет, Нужно просто сохранить себя, во что бы что ни стало, от фарисейства во Христе. Сохранить себя, во что бы то ни стало. Вы знаете, мы не однажды на наших советах, епископов, вот нашего союза пятидесятнического, на международных наших, так Бог вел меня, что одно время я был заместителем президента Международной Ассамблеи и христиан Вера Ивановича. Он президентом был два года. И вот мы собирались в Украине, в Молдове, здесь в Америке, в разных странах и как бы пытались сделать срез, анализ. В чем дело? Девяностые годы, девяносто там, девяностый, девяносто первый, третий, пятый год церкви росли, как грибы. Люди тысячами уверовали, крещение принимали, а потом стало все меньше, 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 а потом стало убавляться даже, стали церкви закрываться. В чем причина? И мы спрашивали, а как у вас в Беларуси, Сергей Хомич, епископ по Беларуси, или Михаил Паночко, а как у вас в Украине, а как в Молдове, а как прибалтийские страны? Вот первыми почему-то стали прибалтийские страны сбавлять темпы, ну, в те еще девяностые годы. Наверное, потому что уровень жизни, мы так говорили, уровень жизни был лучше. Возможностей было больше. Возможностей заработать, возможностей купить машины, возможностей красиво, красиво выглядеть, красиво жить. Потом это пришло и в Россию, и чем лучше город стоял, тем хуже с церквями. Такое, как Москва, это, говорят, страна в стране. Тем больше люди заняты, тем больше некогда, тем больше различных... А сейчас у нас в России и в Москве особенно еще одна беда пришла для церквей. Кредиты стали давать банки. проценты сумасшедшие, где 15, где 20 процентов годовых. Но люди некоторые так обрадовались, что можно взять денег, сразу купить новую машину, купить мебель. И многие в церкви побрали эти кредиты, пропали из церкви, а потом и вообще разочаровались, потому что с работы уволили, отдавать нечем, забрали машины, забрали там все, и люди вот в таком состоянии. Мы учим и, конечно, проводим конференции и говорим, так вот, в чем есть огромная-огромная опасность перестать спрашивать себя и дать себе четкий-четкий ответ, а кто я? Кто я на самом деле? Каков я, друзья мои? Божья любовь к нам, она не прекращается. Он начал наше спасение, и Он его продолжает, и Он его заканчивает. Аминь? Он ведет. Он никогда не предаст, Он никогда не забудет, Он никогда не оставит никого из нас. Никогда. Мы должны в это верить. Мы должны помнить, что, как вот Исаия, по-моему, говорит о винограднике образно, на что каждое мгновение я забочусь о Нем. Каждое мгновение напаяю Его и оберегаю. Это и есть Церковь Иисуса Христа. Это то, что Он работает с нами. Это то, чему Он учит нас, чтобы и мы старались, изо всей силы прилагали максимум усилий и стараний. Я обратился к Господу по-настоящему, вот так, искренне. Мне было уже 26 лет. Какой-то период было такое время внутреннего бунта, несогласия. Ну, вот этот юношеский период ушел в армию, потом женился, потом поехал в Сибирь на заработки. Но всегда, как из верующей семьи, всегда молились, и Духом Святым был крещен в 14 или 15 лет, то всегда, конечно, Господь вел. Вот я хочу сказать о том, что какие бы ни были у нас переживания, Бог ведет. И уже 26 лет или 27 лет я стал хором руководить, регентом, любил музыку, играл на инструментах, обучать грамоте. И сердце вот Бог положил, то, что делаешь для меня, делай, как для Бога. Ну, как мы читаем, как написано. Как-то вот просто это от Господа, наверное. Взял это за основу. Взял это за правила жизни. Взял это за то, чтобы неизменно было, ну, вот так вот. Ну, как вы знаете, в 50-никах нерегистрированных, ну, во всех тогда было и баптистские церкви, семьи были большие. Сейчас уже люди научены по-другому и понимают по-другому, и даже дети наши. Ну, когда я свою будущую жену привел к папе, моему пастору, он посмотрел на нее так, через очки и промолчал, а потом спросил, рожать всех будешь? Ну, сказала, да. Восемь детей у нас Бог дал, а вот внуков только десять. Непослушные дети уже не те. Но верю, что все это дело наживное. Друзья мои, это возможно служить Богу со всей силой. Это возможно преодолевать, кажется, непреодолимое и внутреннее, и семейное внешнее, и то, что есть в каких бы ни было обстоятельствах. Это возможно оставаться верным Господу, несмотря ни на кого, ни на что. Не должно быть нам стыдно каяться, не должно быть нам стыдно проповедовать, не должно нам быть стыдно общаться с теми людьми, которые, может быть, выглядят не так. Не должны мы бояться, а что скажут, а что подумают. Не должны. Писание говорит, что если мы человеку угодничаем под любой маркой, если мы лицедействуем, как бы вот, а кто это в нашей церкви? Когда в 93-м году, я в то время уже был епископом по Северному Кавказу, сам я родом из Новочеркасска, Ростовской области, там и папа мой родился, возле Новочеркасска. И в 93-м году в Ростове мы начали церковь, ростовскую христианскую церковь. И как-то так вот Бог положил в сердце начать её не в тех правилах и не в тех традициях, в которых я вырос. Естественно, я старался, чтобы не огорчить папу моего, потому что он со многими пасторами и епископами служил тогда, и сказали бы, что это твой сын, а вот служит не так. Как я уже сказал, я был в то время уже старшим пресвитером по Северному Кавказу и начал эту церковь вот так, что мы были без платочков, и там начали хлопать. Да, вот такой был как бы грех, как не знаю, как вы понимаете. У вас хлопает или нет? Новшество такое. Ну, вот в те годы. И Бог дал мне в сердце вот ясность, какой должна быть церковь. Она начала расти 100, 200, 300, 500, 700 человек. Ну, тогда многие каялись, вы помните, одну афишу, и тысячи людей на стадионы приходили. И я взял тогда на одной из собраний классную доску из класса, принесли службу порядка мел. И я говорю, ну, давайте, братья и сестры, порассуждаем, какая у нас должна быть церковь. Модель. Вот есть вот такая модель, и вот как мишень нарисовал. Вот это ядро церкви. Здесь мы будем богобоязненные, знающие истину. А вот это будет другой круг. Потом я позже прочитал книгу Рика Уоррена. Тогда я не читал ее. Думаю, боже мой, как точно? В 91-е, наверное, и не было еще написано. Дух Святой положил это на сердце. Вот эта модель, она хороша тем, что есть те, которые чтут Бога и ищут, и другие, которые еще знают Его как-то. И есть третьи люди, и там шестой круг, которые вообще, может быть, вот с вокзала придут, бомжи плохо пахнут, перегаром несет, но они будут приходить, потому что мы их любим в церкви. Мы их накормим, кому-то одежду, кого-то как-то там постираем. Я спросил, вы хотите такую церковь? Они говорят, да, пастор, хотим. Ну, вы знаете, что к нам гости будут приходить из других церквей, баптистских, пятидесятнических? Ну, и хорошо. Но они же увидят вот это окружение. Они же не увидят ядро, где вот посвященные, духовные, плачут, молятся, постятся. Они знают, к чему ведут церковь. Они же увидят и придут, скажут, да у них там церкви, а от одного перегаром разит, в другое там же, да, вытанцовывает как-то. Они же так и скажут, это вот такая церковь там у Акары. Может, другую модель хотите? Вот другая модель, прямоугольник нарисовал. Здесь мы уж до крещения не допустим, кого попало и как попало. Пусть он сначала бросит пить, бросит курить, бросит плохо думать, бросит, ну, все побросает, чего мы не смогли побросать за свои 30 лет и 40 лет служить. А потом, может быть, крестим. Причешем всех, как надо. Оденем всех, как надо. Что не надо, поснимаем. Что надо, оденем. И тогда, кто придет в нашу церковь, будет причесанная. Братья без галстуков, длинными рукавами. У сестер юбки хорошие. Ну, тогда эта церковь будет вот так. Какую вы хотите церковь? Ну, пастор, давай вот эту мишень будем. Хорошо? Риск, риск большой. Дорогие мои, любить грешников, а грех ненавидеть. Любить грешников всем сердцем. Любить грешников. Не так, конечно, как Бога, или жену, или мужа, или семью свою. Это наша кровь, это прежде мы должны спасать и заботиться, и кровь, и плоть, вне всякого сомнения. Но церковь должна быть, любая церковь Иисуса Христа, как Христос. Он любил грешников. Я не говорю о том, что если кто-то остается в церкви и продолжает блудить или наркоманить, я... Эти вещи мы все прекрасно понимаем, и об этом и говорить не стоит. Писание четко и ясно. Я говорю о том, чтобы любить грешников. У многих сегодня терпения не хватает. У многих сегодня великодушия не хватает. Меня бы кто любил? Обо мне бы кто позаботился? Что уж там на кого-то? Друзья мои, этот принцип и это обетование работает, как работало всегда. Давайте и дастся вам. Давайте и дастся вам и приумножится. А если не сможем давать, ну тогда съедим все семена, которые и были, а сеять будет нечего. Этот принцип работает всегда. Мы проводим семинары для мужчин, наверное, так, как и вы, для женщин проводим, и учим мужчин, как они должны любить своих жен. Я недавно проводил такой семинар и говорю, представляете, братче, вот если бы вы пришли домой, а ваша жена посмотрела вам в глаза таким вот любящим взглядом и сказала, дорогой мой, прости, в чем была неправа за всю жизнь? Хочу быть самой лучшей женой. Подскажи мне, от чего мне нужно избавиться, в чем нужно исправиться, что нужно стать делать не так? И мужчины все переглянулись, да ну ты, чего мы? Я говорю, так давайте мы им дадим в этом пример. Давайте мы придем и вот так скажем. Да как, чтобы она начала мне говорить, в чем мне исправляться? Сразу же подкаблучником стану. Я же мужиком перестану быть, что дети, то скажут. Если она будет говорить, этого не делай, с чем ты неправильно поговорил? Друзья мои, но ведь Иисус же первый церковь возлюбил. Как Ефесианом 5 главе пишет апостол Павел. И предал себя, предал себя за нее. О Коринфе нам мы читаем, что он есть примиритель. Он примирил с Богом грешный мир. не вменяя людям преступлений их. А как он примирил? Фессалоникийцам апостол Павел открывает, как он примирил? Смирил себя самого. Вот как, братья, надо, чтобы жены не надышались наши на нас. И говорили, да мой он самый лучший. Он настоящий мужчина. Он и посуду помыть может, и памперсы поменять, и постирать, и пропылесосить, и кушать приготовит. Пальчики оближешь. Вкусно, экономно. Вот. Не только на 8 марта. Ну, вот, пастор практикующий. Я сразу чувствую мужчин, которые, да, и постоянно. У меня 8 лет заместителем был там Павел Анатольевич Бак. Благословенный брат. Звоню ему, ты сегодня дома, да, опять суп варишь. Ну, конечно. Мне надо с тобой вопросы решить. Ну, вот сейчас, говорит, посуду помою. Постоянно. Иду, говорит, домой. 150 рублей в кармане. Купил мясо на 150 рублей. Принес домой. Думаю, ну, это ж много для одного раза. Разделю на два раза. Пять детей, и он с женой. Вот, вот есть же мужчины возлюбленные. Мы должны учиться давать. Мы должны. Как мужья в семьях ответственны за то, чтобы дети были воспитаны. Я проводил конференцию, а некоторые братья говорят, брат Павел, а как же быть, если вот у нее два высших, а я еле-еле среднее имею. Вот чувствую, что на две головы она интеллектуальнее умеет. Я говорю, всегда будь пастором, всегда будь священником и мужчиной. Так я же не догоняю. Ну и не догоняй. Ты знай одно, что если ее инициатива на 10 шагов вперед, забеги на 11 и скажи, дорогая, благословляю. И когда ты благословишь, это имеет глубокий, глубокий жизненный смысл и безопасность всей ее инициативы и энергии, потому что ты пастор. И если ты благословишь, семья будет крепкая, и она поймет, что успех не от того, что ее интеллект на несколько шагов или ступенью вперед, потому что твоя мудрость, как мужа и священника, благословляю. Это серьезно. Это серьезные вещи. Не допусти глупой ревности, не допусти каких-то чувств неправильных, чтобы, «А, ты всегда, ты вперед, ну и делайте, ну и посмотрите, это все детский сад, вообще это не свойственно взрослым людям». А мудрость вот в том, этот же принцип, он присутствует обязательно в церкви, взаимоотношениях в церкви, между друг другом, между членами церкви и служителями. Этот принцип, принцип Христа и церкви, как пишет апостол Павел Кефесиным. И он дальше говорит, «Я говорю эту тайну по отношению ко Христу и к церкви». А в чем тайна? А тайна в том, что как муж с женой становится одною плотью, так и Христос церковью – одна плоть. Святой Христос, вот тот, о котором мы прочитали в первых стихах 15 главы Евангелия от Луки, святейший, Бог воплотившийся, ненавидящий грех и творящий постоянно волю Отца. Он сказал, «Я пришел на землю, чтобы сделать то, для чего Отец послал мне. Я ничего не делаю, чего бы Он не творил. Я ничего не говорю, что бы не слышал, чего бы не слышал у Него. Но это воля для того, чтобы спасать, поднимать, укреплять, ободрять, не уничижать. Мы и так все задавлены. Дьявол в великой ярости сошел на землю. Грех Адама, что со скорбью будешь зарабатывать с большим трудом. Мы вынуждены работать, мы вынуждены переживать. Мы заложники. Мы заложники на этой земле. Но пришла благая весть. Пришло Евангелие во Христе Иисусе, которая поднимает нас, которая дает надежду, которая дает мудрость, ответ на все вопросы, силу провести через все ситуации, чтобы отношения в семьях были райскими. И уже в рай хотелось бы. Потому что он есть на земле. Одна сестра, она сейчас тоже в Америке, там она была, она говорит, я в тот рай не хочу, который ты пойдешь. Мужу своему говорила. Он говорит, да другого ж не будет, один будет. Рай будет на земле, рай будет в церкви. Как где же такой мир взять? Учиться любить грешников. Он любил грешников. Взял эту овцу, принес ее домой и говорит, порадуйтесь со мной. Я нашел мою пропавшую овцу. Слава Богу, друзья мои, это мои вот переживания последних месяцев. Я на эту тему сейчас много проповедую, стараюсь беседовать, делиться. Это не значит, что я раньше не проповедовал о евангелизациях. С 89-го года я был заместителем Владимира Моисеевича. И вот ездили там в Осетию, в Кабарду, проповедовали грешникам. Ну, знаете, проповедовать людям придите ко Христу и Христос для вас все сделает. Сердца разбитые полечит, семьи восстановит. Ну, это где-то там. Вот придите туда, ко Христу, но не придите ко мне, я с вами буду нянчиться день и ночь. Вот такие откровения, они не всегда совпадают. Я буду приходить к вам домой, я буду сидеть и выслушивать и махать головой, кивать вот в знак сопереживания с тобою. Вот такой любви нам не хватает. Или этот Отец, мы знаем, что притчи, они, конечно, это про образы, и Отец, Отец, это наш Небесный Отец, а сыновья вот такие ошибающиеся, заблудшие, это мы бываем, или другие кто-то бывает, но вариантов немного. Один был вот такой, а другой был вот такой. И мы все отчасти иногда бываем где-то оступаемся, а где-то бываем похожи на старшего брата или на старшего сына, но Бог да поможет нам, и Бог да укрепит нас, поэтому Господь да благосовит, да благосовит вас и вашу церковь, пасторов, служителей, быть мудрыми. Простите, я нисколько не хотел шатнуть или сказать так а что же, так а как же, но если у кого и появились вот такие вопросы, это хорошо, это хорошо, на меня можете обижаться, но так, чтобы только не согрешить, как-то может быть поговорить смело, но Христос много говорил, вышел сеять, и сеять, да, и вот он посеял хорошее семя, а потом враг пришел и посеял плевелы, и многие из нас сказали, давайте мы выдергаем, пшеничка должна быть одна пшеничка, без плевел, давайте мы выдергаем все плевелы, нет, не надо, вот я сколько раз читал, думаю, но настоящий агроном так бы не поступил, плевелы растут быстрее, да, вы же видели, поле пшеницы, если сорняки, где вот такие бывают очаги, они же заглушают, настоящий агроном, кому не безразличен урожай, он бы так не поступил, он бы тут дустом, там, чем-нибудь бы, ну, сорняки надо вот угрохать, оставьте расти то и другое, шапорганик был чистенький, вот это пшеничка, а там ангелы разберутся, где наши, а где ваши, не так, как в том фильме, где, я говорю, простите, простите, какой-то фильм, что там католики воевали с католиками, довешие одних и других, а там, говорит, на небе они разберутся, где наши, где не наши, хотите, как исповедание, иногда смотрю, плохие не смотрю, стараюсь выключать немедленно, а такие научающие, так вот, оставьте, говорит, расти то и другое. Друзья мои, когда мы начинаем править, то нам кажется, как Илье казалось, остался я один и моей души ищут. Илья, по слову которому небо закрылось на три с половиной года и открылось по его же слову. Илья пророк, который вот так говорил и такую власть имел. И вот при всей той мощи духовной авториденции остался я один, как заблуждался. А Бог говорит, да не один ты, Илья, тысячи еще есть. Так вот, когда мы начинаем править, то там и плевел летят, и пшеничка летит, и корни, и земля, и все на свете. Оставьте, говорит, расти то и другое до жатвы. И здесь не есть безразличие к урожаю агронома. Он лучший агроном во всем мире. Аминь. Здесь глубочайшее учение важности каждой спасенной душе. Вот через все эти притчи красной нитью проходит глубочайшее учение, как драгоценен тот, кто спасен Богом, за кого умер Иисус Христос. Какая цена великая заплачена. Вы Боги и сыны Всевышнего все вы. И если мы найдем еще одного сына Всевышнего или дочь там, любя грешников и жертвуя временем, и жертвуя комфортом, и жертвуя какими-то неудобствами, что придется с ним вот на него тратить время и с ним как-то... Но мы приобретем спасенную душу, друзья мои, только придя туда, мы сможем увидеть настоящую цену этого сокровища. Вот почему и в церкви неважно устоит ли структура или достигли ли мы того результата, ведь не секрет, что иногда из-за того, что мы хотим достичь результата, мы разрываем отношения, мы можем огорчить, мы можем оттолкнуть, мы можем нанести рану, потому что мы как бы идем к результатам. Кому нужны наши программы и наши результаты? Да, они нужны нам уже бы для сохранения традиций, структуры, там, не знаю, чего еще, но Божий то план я создам церковь мою. Вот, вот Божий план примирить грешников с ним, найти, сохранить и приумножить. Вот в чем Божий план. Вот об этом и говорят эти притчи. если я не буду не научусь любить грешника, то между собой очень трудно будет ценить, очень трудно будет сохранить в любви отношения. Здесь начнутся наши, ваши фамильные кланы или там конфессиональные, чего только не было. Вот за мою недолгую жизнь, но пришлось увидеть и в Советском Союзе, и в России, и в других странах на самых разных уровнях. А сегодня христиане задаются вопросом, в чем дело, почему церкви пустеют? Я перед уже избранием ездил на одну из конференций в Кению, где собрались со всего мира верующие всех конфессий, православные и католики, протестанты всех динаминаций. Главный вопрос был следующим, почему северная церковь слабеет и ветшает, редеет, и южная церковь как бы возрастает и укрепляется? Северная церковь это Европа, Северная Америка и некоторые другие страны, а южную церковь они называли это Африка, Китай и другие страны. И вот теологи, богословы, доктора, профессора, наук от России ездили, вот я с одним братом из Баптистского союза и православные несколько человек от русской православной церкви. Так вот, вывод привели к тому, что чем лучше люди живут, тем дистанционнее друг от друга вот стены какие-то отгорожены. А южная церковь в Африке там или где-то им типа того, что терять нечего, все равно полураздетые, все равно полуголодные и как бы не такое у них образование, поэтому на языках значит вот они могут так молиться, мы смотрим как китайцы молятся, они могут так исполняться, они могут пророчествовать, они вот в наивности и в простоте верят, ну такое заключение там сделали, а мы все пропустим вот через теологическую догму, все как вот как эта притча, наверное, вы ее все хорошо знаете, что в одном из университетов теологических студент там сидит на скамье вот во дворе и читает Библию, вдруг как вскочит и халлилюя, шабара, мама, а профессор идет мимо молодой человек, в чем дело, то вот говорит, море раступилось, а они прошли вот там посух, он глупый вы молодой человек, это вот там такой есть перешеек в Красном море, где там совсем все мелко, и как раз это было время отлива, полнолуния, там притяжения, оттяжения, ну короче, рассказал с научной точки зрения, то да, правда, и профессор пошел, слышит опять аллилюя, и на языках обернулся опять он же, то вот притяжение, оттяжение, помели, а войско, то фараонова, потонуло с колесницами и со всеми, друзья мои, будьте как дети в вере, всегда доверяйте Господу, Слову Божьему, обетованиям Божьим, и да поможет Бог, чтобы мы остались всегда чемпионами, чтобы мы достигли, начав, прошли дистанцию и пришли к Господу, Он не оставит, Он не изменит, выбор за нами, нам нужно прилагать все старания, ибо Царствие Божие силою берется, и употребляющие Его усилия восхищают это Царствие Божье. Давайте помолимся, давайте помолимся о том, чтобы сила Святого Духа и мудрость Слова Божьего поспешствовала нам во все дни нашей жизни, и чтобы каждый из нас становился все больше ярко сияющей звездой, потому что Писание говорит, и обратившие многих правде воссияют, как звезды на Тверде Небесной, навеки и навсегда, обратившие многих правде. Я скажу вам, возлюбленные, в Америке миллионы людей нуждаются во спасении, и не имеет значения, хорошо ты знаешь английский или плохо они знают русский, не имеет значения, сила Божия, она касается всех людей, культура, социальное положение, сила Божия касается всех людей, будем молиться. во имя Иисуса Христа, Отец, мы благодарны Тебе за ту милость, которую Ты явил нам, Господи, Боже правый, Ты расширяешь дух наш, Ты расширяешь сердца наши, Ты говоришь, чтобы больше всего хранимого мы хранили сердце свое, из которого источник жизни, Господи, чтобы не позволили ничему скверному, греховному, неправильному, о, Боже мой, доминировать или господствовать, или сделать сердце холодным, черствым, Боже мой, Боже, сохрани от всякой колеи, от всего накатанного и наезженного, Господи, потому что там, где движение, Ты сказал, все творю все новое, там, где движение духа, там всегда есть рост, там всегда есть изменения, Отец мой, я молюсь об этой церкви, я молюсь о пасторах, я молюсь о служителях, о дьяконах, о лидерах служений, членов церкви, Господи, благослови, Отец мой, чтобы Твоею мудростью, Твоей силе укрепились, утвердились, Господи, еще более, потому что, я знаю, Ты вел, и Ты проводил каждого своим путем, Господи, где-то было начало, обращение, где-то было время испытаний, потому что, Ты есть Бог, испытывающий, Господи, и у каждого свой путь, и у каждого своя гора, Господи, у каждого своя, может быть, та печь, тот огонь, который проверяет нашу верность, наше посвящение, Иисус, но Ты всегда Духом Святым говоришь в сердца наши, чтобы мы любили Тебя, любили всем сердцем, всею душою, всею крепостью, и всем разумением Своим и ближнего Своего, как самого себя. Отец, Ты сказал, что церковь Твоя, как город, стоящий наверху горы, как город, который не может укрыться, Господи, и сколько бы не было поместных церквей в одном и том же городе, их свет необходим, их свет важен, Господи, чтобы находящиеся во тьме приходили к истине Твоей. Я молюсь о каждом человеке в этой церкви, и я прошу, Господи, чтобы Твоя истина и Твой свет Евангелие просвещал до глубины нашего естества, настолько, чтобы мы сами себя видели, чтобы в наших домах дети, мужья, жены, мы могли радоваться свету Твоему, радоваться отношениям, радоваться жизни, радоваться заповедям Твоим, Евангелию, Господи, чтобы эта радость неизменно перетекала в церковь, и в церкви, Господи, да находим всегда отдушину, Боже мой, и отсюда, чтобы мы могли нести в мир людям, окружающим нас, которые нам кажутся непонятными, Господи, враг их так настраивает, или они от того, что изранены, Господи, как бы контуженные, как бы вообще безрассудные, Боже мой, но только прикосновение Твоей любви, только прикосновение благодати Твоей, оно сильно исцелять, оно сильно, Господи, для того, чтобы являть благость и помощь Твою во имя Иисуса Христа. Отец, мы молимся, и мы просим Тебя, Дух Святой, руководи, наставляй и вразумляй благодатью Твоею и силою Твоею через дарование, через проявление откровений Твоих, через нашу веру, Господи, Боже, Дух Святой, благослови, исцели всякого, кто нуждается в этом, Господи, физическое ли исцеление, духовное ли исцеление, Господи, исцеление отношений, Боже мой, или всякое отклонение от истинной нормы Твоей по благодати Твоей, Дух Святой, я ходатайствую, Господи, чтобы Твои проявления и Твоя сила и Твоя благодать умножались более и более во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя за этот вечер. Благодарю и верю, Господи, что то Слово, которое Ты позволил мне говорить сегодня здесь, Господи, оно будет услышано кем-то, как-то, но в Твоей премудрости Ты силен взращивать и Ты силен производить плод, пребывающий в жизнь вечную. Милость Твоя да умножится и благодать Твоя да пребудет во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok